В достатке сейчас на дорогах областного центра тяжелой техники. В Иркутске в самом разгаре ремонт магистрали. Иногда рабочие ставят автомобилистов перед непростым выбором, нарушать правила или нет. К какому варианту чаще склоняются водители города, узнаете в традиционной рубрике «Автохам». Функции регулировщика движения вынуждены сейчас выполнять дорожные рабочие. В Иркутске на улице Главная Кировская полным ходом идет монтаж ливневки. Дорога превратилась в одну большую стройку. Пропускают машины по очереди. Преимущество у тех водителей, которые двигаются со стороны моста. Однако они не желают терять время и тут же разворачиваются. В данной ситуации это хоть и косвенное, но все же нарушение. А сегодня свои коррективы внес и шквалистый ветер. Он разбросал дорожные знаки и блоки, превратив их в своеобразные препятствия для многих автолюбителей. Ветер дует нормально так. Задул, что этот улетел, а конетель это ограждение строителей. Чуть тачку не коцнуло. Пойду, выйду, уберу. Убрали асфальт уже во многих районах Иркутска. Этим летом отремонтируют 23 километра автомобильных артерий областного центра. А пока владельцы вынуждены беречь подвески своих железных коней, попутно нарушая ПДД. На улице Колтугская, например, двустороннее движение. Но стоит одному поехать по встречке, как у него тут же найдется с десяток подражателей. В этом месте регулировщиков нет. Любая авария будет на совести самих участников движения. А вот за такие ограждения ответственность уже лежит на плечах рабочих. На одном из 19 участков автомобильных дорог Иркутска, которые этим летом отремонтируют, на улице Сурнова образовался транспортный коллапс. Всему виной неправильно установленное ограждение. Дело в том, что троллейбусам не хватает длины только съемников, и поэтому они встали на проезжей части. Сейчас их будут убирать. Только с пустым салоном и на самом малом ходу рогатам удается преодолеть эти баррикады. При этом сзади вновь люди начали разворачиваться на своих полосах, ехать по встречке, поворачивать с крайнего правого ряда налево и так далее. Удивительно, что в таком столпотворении удается избежать мелких аварий. В этом случае ни ремонтников, ни водителей винить не стоит. Обе стороны хороши. И такое положение дел на дорогах Иркутска сохранится еще пару месяцев. Так что всем придется искать компромисс. Олег Федоров, Виталий Перетулчин. Новости по будням.